Девушки отдыхают Всегда держали дома, но это не помогало Сдохнет так сдохнет Однажды мрачно бросил отец за обедом, вытирая рот салфеткой Никто даже не заметил этой фразы Я знал, что он говорит такое при мне, потому что уже считает мертвым, то есть неодушевленным предметом Однако, тогда я не умер Позже, в 11 лет, у меня около года держалась повышенная температура Это, пожалуй, был самый затяжной случай После врачей начали водить ко всяким бабкам, экстрасенсам Хотя врачей изначально не особо слушали И в изобилии давали громадные дозы антибиотик, которые никто не прописал Часто скандалили на приемах Помню, как однажды мать кричала что-то в духе «Кто вам уродом только дипломы дает?» А спустя пару месяцев мои родители уже прознали про какую-то ведьму, известную на всю Латвию Говорили будто она из тех немногих, кто действительно помогает На первом же визите она бескомпромиссно заявила о необходимости регулярных посещений Что было совершенно невозможно, живя на другом конце страны На семейном совете было принято решение на время отправить меня к дальней родственнице, которая жила в этом самом нужном городе Первое яркое воспоминание после переезда две мертвые девочки, которых случайно нашли в лесополосе Они были полностью раздеты, только фиолетовые полоски на шеях от удушья Убийцу нашли быстро, он вскрылся опасной бритвой на одной из заброшенных тач, не отойдя более километра от места убийства Родственница говорила, что я видел то, чего не следовало бы видеть ребенку Но я также пару раз видел, как она сношалась со своей овчаркой, нисколько меня не стесняясь Поскольку она свято верила в сексуальное просвещение Ведьма была пожилой, но волосы ее были все еще чернее угля Многочисленные визиты к этой женщине почему-то напрочь стерлись из памяти Единственное, что помню, это странный язык, на котором она что-то говорила нараспеп Сжигая травы пламенем свечей Я стоял тогда лицом к стене, и мне нельзя было оборачиваться или говорить Но запах трав ощущался очень четко Самые непонятные, близкие к абсурду воспоминания того времени Связаны с дедом Герычем Так многие звали этого старика Это был поистине ветхий человек С вечно дрожащими руками Изрезанными вздутыми венами Неизменно держащий черную клюку И плюющийся при разговоре На его окончательно облысевшей дряблой голове Были желтоватые пятна И даже нечто напоминавшее грибок Иногда Герыч застывал на месте Беспомощно дергая руками И по долгу на автоматизме Повторяя один и тот же застывший в горле кусок слова Что-то вроде По какой-то причине Под присмотр деду Герычу любили оставлять детей Практически все жители дома, в котором я жил В квартире стоял букет запахов из давно не мытого тела Плесени и мочи Каждый элемент мебели был погребен в слоях пыли Почти всегда можно было видеть, как пробегали крысы Чаще всего дедушка Герыч совершенно не обращал внимания на приведенных к нему детей Он просто сидел на диване, грызя обложку книги беззубыми деснами Уставившись в неработающий телевизор Или часами истерично торопалил пальцами По расстроенному пианино без части клавиш Создавая жуткую какофонию звуков Разговаривать дедушка почти не умел Как правило, отхаркивая лишь бессвязные, ломанные, бредовые фразы Зато любил химическим карандашом на пожелтевшей бумаге Рисовать прохожих во дворе Или кого-то из детей Которых к нему приводили В такие моменты даже дрожь в рука и временно унималась Существовала примета Что если он кого-то выберет и нарисует То этот человек умрет в течение 2-3 лет или раньше И действительно Я лично был свидетелем того Как одна девочка в 13 лет постепенно начала угасать Она приобретала нездоровую худобу и бледность Тем самым говоря о грядущей кончине На лице все более отчетливо прорисовывалась гримаса ее смерти Ее глаза Все более безразличные к картинам этого мира Смотрели бесконечно далеко В запредельное Мне кто-то рассказал Герыч был замечательным Добрым человеком Но потом С годами Что-то расшаталось И сломалось Что-то пошло совсем не так И все полетело к чертям Герыч Герыч Мы тебя победим Ты очень скромный Иногда смеясь говорила Та Каждогневно худеющая девочка Когда старик Дрожащим ртом Страстно целовал ее запястье Мне пару раз даже казалось Будто бы он пил ее кровь А смех ее был подобен скрипу Ржавой кладбищенской калитке В чем-то она Хорошела Но должно быть Красотой Какого-то Иного Мира Здесь же Кожа цвета Старинного пергамента И темнеющие озера Синяков под глазами Не в почете А я был в нее тайно влюблен Когда-то девочка умерла Ее завернули в ковер И закопали во дворе Как собаку Некогда мне возиться тут И вызывать кого-то Я и так сильно устаю на работе Мои нервы нежелезные Махнула рукой ее мать Уходя на смену И протягивая местному алкоголику Деньги На похороны Герыч в тот день Вышел на улице В старом драном плаще Слишком длинным для его роста И потому волочащимся по асфальту Цепляясь за всякий мусор Постоял на свежей могиле Но ничего не сказал Только хихикнул пару раз Хотя Глаза у него все время слезились Он всегда плакал Когда Гулял во дворе Я часто видел Убитых кошек Которых кто-то разделал На части Местные дети спиялись Но при смехе Было видно Что у них Не хватает части зубов Это Издержки воспитания Я уехал Из того мрачного города Вскоре после похорон И больше там Никогда не появлялся Но Где-то в глубине души Со слабой тенью радости Я все же верю Что несмотря на свой возраст Керыч однажды вернется в строй И снова будет забирать жизни У людей Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok